В целом, все нормально, пристойно, хотя, в общем, есть чем позаниматься. Я понимаю, что за один день ничего не решить, но уж раз вы нас позвали, то я все-таки тогда считаю своим моральным долгом в этом плане поддержать ваш детский дом номер 3, поэтому пишу распоряжение президента о выделении денег вес президентского фонда. На косметический ремонт, миллионов 30, подкинем. Спасибо. Поздравляю вас с этим. Эти слова экс-президента стали судьбоносными для детского дома номер 3. Из фонда главы государства учреждение получило 29,5 миллионов рублей. И еще 20 миллионов дали спонсоры. Ремонт планируют закончить к сентябрю, а потому сейчас рабочие трудятся практически круглосуточно. Работа идет по плану, хотя, конечно, объем работы очень большой. От здания детского дома номер 3, бывшей школы-интерната, остались только стены. А все остальное и инженерные коммуникации, и косметические работы, крыша, окна и практически все работы выполнены заново. Детки у нас уже приезжали, смотрели, что мы завершили практически второй, третий этаж, но остались только небольшие отделочные работы. Самая сложная работа уже выполнена. В пятницу в регион с рабочим визитом приехал полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. Первое, что он посетил, это детский дом, который ремонтируется на деньги из президентского фонда. Полпред дал положительную оценку отремонтированным помещениям, которые вскоре превратятся в уютные творческие студии и комнаты для ребят. Напомним, что детский дом перепрофилируют в интернат для одаренных детей. Также Александр Беглов побывал в Ивановском доме национальности. Там полпред встретился с ветеранами. Рассказали, как живется сейчас и как было раньше. Вспоминали, как трудились вместе со всем Ивановым в годы Великой Отечественной войны. Губернатор предложил оценить вклад горожан в победу и призвоить Иванову звание города трудовой славы. Я буду поддерживать это предложение, хорошее, правильное предложение. Прибывали, если говорить об Иванове, действительно, сколько было здесь солдат, которые вновь обрели здоровье. И снова пошли на фронт, и потом вся текстильная промышленность работала. Одевала, шила форму, работала на выполнение общей задачи победы нашей. Одним из видимых результатов визита полпреда может стать появление в регионе социального такси для ветеранов. Так, поездка в поликлинику, аптеку или за пенсией может стать недорогой и комфортной. Губернатор пообещал изучить опыт других областей в этом вопросе и притворить идею полпреда в жизнь. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.